Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать в пресс-центре информационного агентства «Интерфак Северо-Запад». Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена старту всероссийского проекта «Российские исследователи Океании. Открытие наших дней». Прежде чем я вам представлю нашего гостя, хотела бы напомнить некоторые организационные моменты. Свои вопросы вы можете присылать в приложениях WhatsApp и Telegram по номеру телефона, который был указан в анонсе мероприятия для аккредитации. Большая просьба только подписываться, указывая ваше издание и полное имя. Вопросы мы принимаем до 14 часов 30 минут. Итак, сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена старту всероссийского проекта «Российские исследователи Океании. Открытие наших дней». В пресс-конференции принимают участие присутствующий в нашем пресс-центре директор фонда имени Миклуха Маклая Николай Николаевич Миклуха Маклая. С нами на прямой связи доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета Алексей Валерьевич Антошин, директор Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, кандидат исторических наук Института востоковедения РАН Екатерина Михайловна Астафьева, и директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Владимирович Моргун. Итак, я сразу хочу предоставить слово Николаю Николаевичу Миклуха Маклаю. Николай Николаевич, вот как вы пришли к созданию проекта «Российские исследователи океании. Открытие наших дней». Когда этот стартует проект? Какие регионы в нем участвуют? И что будут делать в рамках проекта его участники? Вообще, какова главная задача этого проекта? Расскажите нам, пожалуйста. Да, добрый день, друзья, добрый день, коллеги. И действительно, мне приятно представить этот проект. Проект, посвященный новым открытиям, проект, посвященный открытиям наших дней. Родился он не случайно. Дело в том, что мы уже не первый год совместно с ассоциациями, с коллегами из Российской Академии Наук создаем проекты, которые позволяют науке и обществу быть вместе и представлять новые открытия в ходе наших исследований обществу и, в том числе, учащимся. В первую очередь, учащимся в школах, потому что наше молодое поколение в рамках дополнительного образования может получать интересные знания. Но вот эти открытия ранее мы делали исторически и по исследованиям Миклуха Маклая в океане, и по открытиям Грузенштерна. У нас были русские географические названия исторические, которые мы прекраснейшим образом представили, отыскали и сформировали это в определенный список. Все это очень интересно. И наша аудитория – это тысячи и тысячи школьников по всей России, которые и онлайн, и очно встретились с нашими учеными и задавали вопрос, а когда же вы будете рассказывать о ваших современных экспедициях? Вы же ездите сейчас в экспедиции, почему вы о них-то не рассказываете? А времени, извините, пожалуйста, в рамках этого проекта предыдущих проектов не было. И вы не представляете, этот проект подтолкнули наши же учителя, те люди, которые работают с нами, к созданию этого проекта. Поэтому мы фактически на основе тех материалов, которые еще будут опубликованы в науке, еще будут опубликованы в научных работах, но уже с использованием ряда экспедиционных материалов в рамках полевых исследований будем представлять проект, который расскажет об исследованиях Папула-Новой Гвинеи. Фактически в 2017 году мы совместно с учеными из Академии наук Санкт-Петербурга-Москвы поехали в экспедицию и в ходе этой экспедиции сделали ряд открытий. И после сделали еще и ряд других экспедиций. Вот что это за экспедиция? О том, какие открытия мы сделали, как нас встречали попуасам, какие есть опасности. Правда ли то, что действительно едят людей, как и раньше, 150 лет назад. Действительно ли попуасы такие добрые, помнит Миклуха Маклая? И что это такое за полевые исследования? И зачем вообще туда ездить? Все это будет в рамках этого проекта. Представлено в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Новгородской области в очном формате. А остальное все в режиме онлайн на сайте фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, давайте покажем наш маленький ролик по экспедициям. Мы сейчас на дне дождевого ручья. Ну, слава богу, без дождя, без воды. Здесь расположилось дерево какао-бобов. Их достаточно много. Вот здесь они все полностью видны. А один из них я нашел абсолютно спелый. Эти какао-бобы, они белые. Мы собираем их в ящик. А потом, примерно через неделю, раскладываем их на солнце, чтобы они сушились. Затем разводим огонь, чтобы они окончательно высушились. Так они становятся коричневыми. И отвозим их, чтобы из них сделали масло или шоколад. Местные жители хорошо знают, как сделать какао по-настоящему вкусным. Ну, вот фактически сейчас мы увидели небольшой отрывок из дневника. То есть в рамках этого проекта будут опубликованы впервые действительно материалы дневников. То есть не ролики, которые подготовлены заранее, а фактически те дневники, которые я вел в ходе исследований. И они позволят познакомиться с работой ученого, с некоторыми интересными фактами. Все это дело доступно по хэштегу «Экспедиция Маклая». «Экспедиция Маклая 2025». Мы уже сразу же думаем о следующем 2025 годе учебном. И поэтому такой хэштег позволяет забить в интернете, в социальных сетях и найти все ролики, связанные с этим проектом. Позволяет фактически получать интересные знания в рамках этого проекта. Плюс у нас опубликован интересный журнал прямо на сайте. И он доступен онлайн. Ну и сама все выставка онлайн. Одни встречи только с нашими учеными, коллегами, которые в экспедициях были. И с теми, которые прекрасно знают этот регион, чего стоит. Это большая радость, что мы смогли такой проект представить нашему молодому поколению. Надеюсь, через какое-то время мы их увидим уже в интерфаксе, и они будут рассказывать о своих экспедициях. Выставка доступна онлайн. В каких регионах России изучают Папуа, Новую Гвинею и где? Вы знаете, выставка, да, действительно она доступна онлайн. Можно пролистать. Что это значит? Дело в том, что выставка фактически, она знакомит этой иллюстрацией из экспедиции, иллюстрацией жизни и быта коренного населения Папуа, Новая Гвинея с историко-культурными комментариями, позволяющей познакомиться именно с тем, что же и как жизнь обстоит. И кратким образом иметь представление благодаря этим полотнам. Ну, а изучение, достаточно глубокое изучение, оно в России исторически как бы сложилось во многих регионах. Вот особенно сейчас вот у нас, нам повезло с нами Екатерина Михайловна, и в Москве прекраснейшим образом работает в Институте Востоковедния, и в других городах, регионах. И вот сейчас мы можем пообщаться с доктором исторических наук Антошином, Алексеем Ивановичем, который тоже изучает этот регион. Возможно, к ним может быть этот вопрос. Я хотела бы, чтобы сейчас к нам подключилась Екатерина Михайловна Астафьева, директор ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, кандидат исторических наук Института Востоковедения РАН. Пожалуйста, Екатерина Михайловна, расскажите нам, пожалуйста, какие задачи у ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, и кто в нее входит, и как вы будете участвовать в проекте, вот о котором мы сейчас говорим, российские исследователи океаний. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю, что предоставили мне слово. Во-первых, позвольте мне, как исполнительному директору ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, ну и как ученому секретарю Центра Южно-Тихоокеанского региона, в Астрале-Океане и Институте Востоковедения РАН отметить, что реализация этого проекта «Российские исследователи океаний. Открытие наших дней», который подготовлен по материалам экспедиции «Папа Нового Гвинея» в 2017-19-2023 годах под руководством нашего уважаемого Николая Николаевича, она, безусловно, имеет огромное значение для расширения интереса к гуманитарным исследованиям среди молодежи в нашей стране. Это очень важный аспект. Ну, Николай Николаевич рассказал нам уже немножко об этом проекте, но от себя хочу добавить, что в настоящее время интерес все же к гуманитарным исследованиям, по сравнению с изысканием в области прикладной науки, он значительно снизился. Но вот я надеюсь, и здесь, я думаю, коллеги меня поддержат, что вот именно этот проект, он сможет дать не только новый импульс к возрождению интереса к исследованиям дальних берегов Южно-Тихоокеанского региона, но, собственно, и приведет в лононауке молодое поколение. Это наша основная задача, чтобы все-таки молодежь заинтересовалась наукой, и Николай Николаевич к этому вырлагает огромные усилия. И нам, конечно, очень нужны молодые исследователи. Хотелось бы также отметить, что для реализации этого проекта огромную роль сыграло создание ассоциаций исследователей Южно-Тихоокеанского региона на базе, собственно, руководимого Николая Николаевичем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона и Института востоковения Российской академии наук. Что можно сказать об ассоциации? Нужно отметить, что под ее началом объединены ведущие специалисты в области исследований этой проблематики из различных академических и образовательных институтов. Но вот что особенно важно, как мне кажется, в ее деятельности могут включаться все заинтересованные лица, представляющие различные организации нашей великодержавы, поскольку основная наша задача состоит в поддержании и усилении внешнеполитических позиций Российской Федерации. Но как мы будем помогать Николаю Николаевичу? Я думаю, что он нам даст, так сказать, направление, а мы уже всеми силами будем реализовывать те планы, которые он перед нами поставит. Благодарю за внимание. Екатерина Михайловна, а вы были участником хоть одной из экспедиций? К сожалению, пока мне не довелось, но надеюсь, что в будущем Николай Николаевич возьмет меня с собой. Спасибо большое. Сейчас я хочу предоставить слово Алексею Валерьевичу Антошину. Насколько, Алексей Валерьевич, сейчас востребовано изучение Австралии и Океании? Вы сами были в тех местах? И, наверное, у многих возникает вопрос, неужели можно еще какие-то открытия сделать? Расскажите нам, пожалуйста, про это. Спасибо большое. Но, дорогие друзья, значит, я скажу, что, значит, Николай Николаевич меня тоже пока не взял с собой в Папуа-Новую Гвинею, да, но в Австралии я действительно был, да. И, несомненно, это регион, в котором еще очень много тайн, загадок, романтики. То есть именно того, что и привлекало во все времена детскую и юношескую аудиторию. Понимаете, значит, проблема у нас иногда состоит в том, я всегда говорю, что мы, ученые, не всегда умеем, я бы даже сказал, зачастую разучились, говорить об этом интересно, да, говорить об этом на том языке и с использованием тех средств и методов, которые как раз подходят современному молодому поколению. Вот в этом плане как раз фонд сохранения этнокультурного наследия имени Николай Маклаев, он отличался всегда в лучшую сторону, потому что вот отличительная как раз особенность этой организации состоит в том, что она всегда стремилась действительно говорить с детской, юношеской аудиторией на том языке, который близок этой аудитории и теми современными средствами и методами, да, значит, которыми в повседневной жизни пользуется эта аудитория. Вот это на самом деле очень важно, потому что именно это и позволяет достучаться до детей, до юношества, до молодежи, значит, и сделать так, чтобы действительно чрезвычайно интересные территории, такие как Австралия, Новая Зеландия, Папуа, Новая Гвинея и другие, да, чтобы это было интересно. Вот. А я замечу, что, конечно, без рассказа о наших знаменитых путешественниках и прошлого и настоящего, которые шли неизведанными маршрутами и продолжают идти этим и открывают действительно новые народы, новые языки. Мы знаем, что Папуа, Новая Гвинея, значит, это, как известно, остров языковых джунглей, да, остров 500 джунгов. Вот. Так вот, без этого и без все ведь невозможно воспитание подлинного патриотизма и подлинного уважения к культуре, обычаям, традициям других народов, что очень-очень важно для нашей страны, потому что Россия всегда была, есть и, будем надеяться, будет страной многонациональной. Да. Вот. Ну и вот то, что за этот проект взялся действительно фонд Миклуха Маклая, я уже сказал, да, это залог того, да, что мероприятия эти будут проводиться неформально и интересно для детской и юношеской аудитории, потому что именно так всегда и работает фонд Миклуха Маклая. Замечу в заключении, что такого рода мероприятия, в общем, в Екатеринбурге, значит, я тоже провожу, значит, периодически на различных городских площадках, в частности, скажем, на площадке, значит, исторического парка «Россия. Моя история». Вот. И вижу, что интерес к этой проблематике, интерес к именам Беллинсгаузена, Лазарева, Лисянского, Крузинштерна и, конечно, Николая Николаевича Миклуха Маклая. Он у детей и юных, что действительно есть. Поэтому в добрый путь проект фонда имени Миклуха Маклая. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Мы хотели бы сейчас предоставить слово директору Московской детско-юношеского Центра экологии, краеведения и туризма Дмитрию Владимировичу Моргуну. Я хотела бы напомнить, что вот сейчас очень многие говорят о том, что в век интернета у нас как-то романтизм у молодежи, у юношества пропадает. И мне кажется, что как раз-таки вот это исследование океании и эти, когда в детстве зачитывались Робинзоном Круза, другими какими-то романами, путешествиями, это, конечно, очень важная такая черта, которую мы можем благодаря вот этим исследованиям, благодаря этому проекту развить в молодежи и в юношах. И расскажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, почему вы присоединились к проекту и как ребята откликаются на такие проекты? И вообще современные подростки, на ваш взгляд, мечтают о путешествиях реальных или только в книжках? Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас в подводке к моему комментарию вы скорее сказали, наверное, о воспитательном значении проектов и в частности ближайшей выставке. Но на самом деле я хочу сказать, что все проекты фонда имени Миклуха Маклая, они гораздо шире по своим задачам, они имеют действительно просветительский характер и в системе московского образования они стали уже доброй образовательной традицией. Мы работаем совместно с фондом с 2021 года именно по вопросам экспонирования для широкой педагогической и ученической аудитории материалов. И надо сказать, что вот уже за последние 3-4 года и школы, и колледжи, и организации дополнительного образования Москвы очень широко поддержали все эти проекты и благодаря им у нас есть возможность реализовать их на самых разных уровнях образования. Почему это произошло? Во-первых, все проекты, и в том числе тот, который мы сегодня анонсируем, они имеют четко выстроенную структуру и отличаются очень таким интересным разнообразием форм подачи исторического и географического материала. Я имею в виду, что это цикл мероприятий самых разных по формам просветительской активности. Это и фото-выставки, которые сопровождаются экспозицией уникальных предметов материальной культуры народов океании. Это интерактивные лекции и вебинары, в рамках которых с детьми взрослыми делятся своими научно-исследовательскими достижениями и просто жизненным опытом ведущие учреждения науки России и сотрудники фонда. Причем на выставках демонстрируются и редкие уникальные архивные документальные изобразительные материалы, совершенно новые фото- и видеоматериалы, которые собраны во время современных экспедиций. При этом надо сказать, что выставки еще у нас популярны, потому что они оснащены современными технологическими устройствами, подходами для передачи наиболее интересных артефактов, материалов, их описания, есть аудиогиды, есть различные варианты конкурсного движения вокруг проекта фонда и так далее. Поэтому надо сказать, что мы с огромным интересом ожидаем открытия ближайшей выставки, которая состоится в Москве 19 сентября в 16 часов и пройдет открытие выставки и сама основная постоянная экспозиция в течение учебного года будет размещаться в стенах Московского центра экологии и краеведения и туризма по адресу Чертановская улица 58А. Это один из корпусов нашего учреждения, где основные краеведческие мероприятия, активности у нас будут проводиться. И, соответственно, новый проект «Российские исследователи океане. Открытие наших дней». На мой взгляд, он очень сильно выделяется в цикле проекта последних лет именно в связи с тем, что он был очень ожидаем московскими школьниками и учителями. Потому что действительно все говорили, вот мы много говорим о топонимике, о российских географических названиях. Мы вспоминаем экспедиции 19-20 веков. Но в то же время интересует, а что же сейчас, какие сейчас проводятся исследования, что представляет интерес и с этнографической, исторической точки зрения в настоящее время. Действительно, а какие же сейчас можно еще совершить открытия в наш век. И поэтому планшетная выставка и предметы материальной культуры и действительно уникальные архивные документальные материалы, которые будут представляться у нас, они в этом году очень востребованы московской аудиторией. Мы ожидаем и цикл лекций на базе этой выставки и, соответственно, приглашаем всех присоединиться. Вот. И что еще я хотел сказать. Каждый год, помимо постоянной стационарной экспозиции, которая размещается в нашем центре, у всех участников образовательных отношений, московского образования, есть возможность посмотреть на передвижную выставку. она иногда дублирующая, иногда она немножко отличается, но, конечно, по тематике всегда она аналогична. И вот эта передвижная выставка в течение учебного года размещается на базе самых разных образовательных организаций. Это в основном центры дополнительного образования, но в то же время мы знаем, что и обычные школы московские также с удовольствием ее размещают и проводят экскурсии, приглашают специалистов фонда и Российской Академии наук для проведения экскурсий. Поэтому мы призываем следить за графиком экспонирования и всеми информационными материалами, которые сопровождают в этом году проект на сайте фонда. Там будут указаны и адреса, и, соответственно, организации на базе, на площадке которых проводится выставка. И, конечно, мы всегда будем рады видеть экскурсантов в нашем центре, потому что центр, очень плотно сотрудничающий с фондом и с Николаем Николаевичем лично в течение многих лет, видит очень сильную отдачу. Она заключается в том, что возрастает интерес к краеведческим и гуманитарным исследованиям, начинают совершаться экспедиции наших обучающихся и других московских школьников в целом по территории России с целью проведения самых разных социокультурных исследований. И, конечно, выставку и проекты фонда, и ближайшие мы рассматриваем в первую очередь как мотиватор для повышения интереса к социогуманитарной и краеведческой тематике в системе дополнительного образования. Мы видим, что этот вклад, этот эффект, он действительно есть. Ну, а в целом у каждого участника мероприятия есть, конечно, возможность ознакомиться с историей освоения России и Дальнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что очень, мы знаем, что очень долгие, да, традиции взаимоотношений есть между нашими регионами, и мы понимаем, что есть интерес и у московских школьников прямой коммуникации с учениками школ Папуа, Новой Гвинеи, что мы тоже в будущем планируем осуществить в том или ином формате. Вот, ну и, конечно, есть возможность лично поучаствовать в укреплении международного сотрудничества в лучших традициях российского гуманитарного движения. Вот, наверное, так в целом можно обозначить основные цели, да, на этот учебный год. Спасибо. Спасибо большое. Но, Дмитрий Владимирович, вот хотелось бы такой вопрос прислали. Есть вообще-то много путешественников. Как вы думаете, почему Миклука Маклай так знаменит? Это вопросы к вам и к Николаю Николаевичу. Как вы считаете? Я считаю так, что нам нужно опираться в первую очередь на хорошо методологически проработанные проекты, которые применимы в системе образования. Я это говорю с точки зрения, как бы, как представителей профессионального педагогического сообщества. Вот те разработки, которые созданы в фонде, это и огромные материалы, которые доступны онлайн, лекционный, просветительский материал, планшетные выставки, они как раз позволяют наиболее полноценно сейчас рассмотреть именно конкретную личность этого путешественника и опыт географических путешествий и открытий Миклука Маклая, вот как наиболее показательно. Я думаю, что с этого как минимум нужно начинать. Спасибо вам большое. А вы как думаете? Я должен вам сказать, что мне кажется, что Миклука Маклай интересен в первую очередь, потому что с самого первого года, когда он еще отправился в Новую Гвинею, все же думали, что он не выживет. Все думали, что он умрет и отправили, извините, корабль для того, чтобы забрать его дневник и узнать, что же было в тот период до того, как его убили папуасы, и тут он выжил. И это привлекло тогда внимание, конечно же, а в последующем, я считаю, конечно же, Папула в Новой Гвинеи до сих пор не изученный регион достаток. Не так сейчас ученых могут позволить экспедитательность, которую числяли в Новой Гвинеи. И Миклука Маклай 150 лет назад, конечно, сталкивался с большими трудностями. Вот как он из них выходил потрясающим образом, как он это все дело описывал, ведь мы же пользуемся его дневниковыми записями. Наверное, вот это интересно. И в следующий момент, я думаю, когда дети, да и взрослые открывают книги, они видят иллюстрации. И когда они видят эти иллюстрации, им хочется дальше и дальше их листать, а потом и читать. А что же это такое, в конце концов? Там невероятно интересно. И нигде, и ни с чем не похоже. А когда ты с этим знакомишься, ты понимаешь, что этот увлекательный мир мог описать только человек, который действительно с ним лично столкнулся и лично увидел. Вот лично увиденное им, оно как раз и привлекло. Где хранятся дневники? Вы знаете, русское географическое общество, русское географическое общество передал более 700 рисунков дневники. И не только он Папу Новогвине изучал, просто благодаря Папу Новогвине он стал знаменит, а так у него 150 путешествий, и Малакка, и Малайзия, Индонезия, и Австралия. Все это достаточно серьезный его вклад. Но есть еще и идеологическое наследие. Дело в том, что наша страна больше 190 национальностей, а Микруха Маклай говорил о равенстве рас и народов. И фактически вот он собирал черепа. Один, кстати говоря, из-за интересных моментов, которые могли, будем рассказывать детям, сейчас-то мы не можем полностью подробно рассказать, а вот почему Микруха Маклай собирал черепа, оказывается, считали папуасов промежуточным звеном между обезьяной и человеком. И вот он, пытаясь представить черепа, показывал, что действительно отличия это нет. И свой череп он завещал. Вы представляете, об этом тоже дети узнают? И как же это, нормально или нет? И узнают также о современном исследовании, которое еще даже не опубликовано, но ученые об этом слышали уже, что в феврале следующего года черепа, которые собирал Микруха Маклай, будут доставлены на родину в Папуаново-Гвинеи из Австралии, потому что часть черепов хранилась в австралийском музее в Сиднее. А дневники, они в географическом обществе или у вас в музее? А в географическом обществе вообще вся семья передала все артефакты, все полностью в музее. Большая коллекция в Кунсткамере. Я также приезжал, когда привозил коллекцию из Папуаново-Гвинеи, передал в Кунсткамеру, Московский государственный университет и в Калининград, музей Мирового океана. Ну, я, если позволите, покажу вам барабан. Я же привез сейчас барабан. Буквально одну минуту, а дальше мы уже просто без барабана. Вот смотри, дело в том, это настоящий барабан по волнению акций. Я от работа учёного. Вот посмотреть, какой он был сейчас, какой он был потом. Здесь всё правильным образом зафиксировано, откуда он, где, как, кем передано. То есть само псебытование. Плюс фото и иллюстрации. Ну, конечно, когда... из чего, кем он сделан. Почему? Потому что подробности, ну, делается это специально одним человеком для сразу же нескольких деревень. И этот человек только может это делать, потому что в ходе этого танца, когда ты бьёшь вот так по барабану, видите, я уже же тамоборо, поэтому бьём мы по коже змея. Нет, крокодил не надейте, змеи, змеи зелёные. И дело в том, что очень хорошая возможность, здесь некоторые настраиваем, есть барабаны. Только мужчины как раз во время танца «Синг-синг». Ну, и плюс к этому это общение с богами. Несмотря на то, что это христианское государство, и, конечно же, некоторые элементы язычества, они остались, ну, так же, как и в любом обществе. Вот это интересно рассказать, показать. Очень многое схоже с российскими традициями, я могу сказать, которые уже мы потеряли, начиная от того, как передавали истории, традиции из поколения в поколение о том, каким образом, например, по косе можно было определить девушка замужем или нет, и далее также можно по папуаске определить по волосам, как и что, то есть это всё, и по сумке её. Вот эти вот определенные традиции, они позволяют нам знакомить не только и расширять кругозор с папуаской культурой, а немножко и со своей. Вот. А вот, кстати, почему Миклуха Маклая знаменит? Так, может быть, вот учёные, кстати, могут сказать, потому что Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая, многие другие кунсткамеры, представляете, имени Миклуха Маклая, улица самая большая в Москве имени Миклуха Маклая. Ну, может, ещё какое-то мнение есть? А то я всё буду как-то не очень объективен всё-таки. Значит, в следующем году, в 2025-м, будет 50-летие независимости Папуа-Новой Гвинеи. В связи с этим какие-то будут совместные проекты у вас, нет? Ну, мы буквально вчера отпраздновали День независимости Папуа-Новой Гвинеи, 16-е число, 49-е годовщина, и мы, откровенно сказать, даже школьники отправились, пели гимны поздравления премьер-министру и школьникам Папуа-Новой Гвинеиским. Конечно, потрясающе у них, очень много комментариев о том, что с другой части света им отправили поздравления, это очень приятно. И, безусловно, я считаю, что ряд культурных мероприятий, которых мы можем сделать, и совместных проектов научных, и, возможно, если мы с директором ассоциации договоримся, и соберёмся всей компанией, да, и отправимся не только в Папуа-Новой Гвинеи, а по следам, да, в Низиму-Ладске неплохо-макалепнейшем есть, и в Папуа-Новой Гвинеи оттуда заскочил в Австралию, то будет неплохо. И от празднования 50-летия это большая, большая, серьёзнейшая годовщина, первая крупная. Поэтому ряд культурных мероприятий мы планируем. Сейчас ещё пока рано об этом точно говорить, но будут они. Вот журналисты просят ещё раз обрисовать суть проекта, что будет в перечисленных регионах, и только ли выставки планшетные, либо вот вы ещё, напомните ещё, пожалуйста, раз, и где конкретно, и когда. Вот нам уже рассказал Алексей Валерьевич, что в Екатеринбурге будет, да, в Москве, в детско-юношеском центре экологии, да, и ещё, где у нас и что будет? Ну, у нас запланированы сами планшетные выставки, они выглядят в виде планшетов, которые устанавливаются на треноги, и это 21 полотно, тоже не так много и немало, для того, чтобы иметь, получить представление об этом регионе, представление о современных экспедициях. А дальше здесь уже совместная работа наших лекторов и преподавателей истории и географии, которые вовлекают детей в этап, на следующий этап, этап познания, ознакомления с более серьёзным материалом, который представлен на сайте. И если вы не можете по какой-то причине, поскольку выставки у нас расписаны, у нас записалось в 4 раза больше, чем мы ожидали, и выставки расписаны не только на учебный год, а до конца вообще года, то дистанционно мы можем давать возможность это всё, с этим всем знакомиться. У нас 24 выставки было запланировано в трёх регионах, даже больше, больше, да, сейчас уже больше скажу, потому что 12 было. Сейчас у нас 46 только записалось. Вот, 46 записалось, которые по плану хотели бы привести. У нас 4 комплекта распечатано этих полотен, чтобы мы могли, вот как Дмитрий Владимирович сказал, что часть у нас остаётся у него в центре, потому что его посещает много учащихся. А часть у нас приезжает. В 825-й школе, кстати, мы также открываем в этот же день, 19-го числа. В Новгородском музее в Акуловке, музей имени Миколуха Маклая, выставка будет представлена завтра. И в Санкт-Петербурге мы выставку начали в 515-й школе. Уже сейчас дети, не то чтобы ознакомились, они сами готовят экскурсионную программу, ознакомятся с материалом. Я удивлён тем, что действительно такой большой интерес, но, видимо, людям так же интересно, как и мне. А лекции где и как будут тоже? И какие темы лекции? Темы лекции касаемо истории исследования океане обзорная. И вторая лекция – это лекция, посвящённая современным экспедициям. Опять же, это тема лекции современной экспедиции, которая может быть разбита на несколько частей. Я так понимаю, что мы и не сможем уложиться в одну лекцию, так чтобы было подробно рассказано обо всех открытиях. Поэтому мы о современных экспедициях будет акцент и сделаем 3-4 лекции в рамках цикла. Один из этих циклов будет проходить и доступен онлайн благодаря эко-субботам. И здесь Дмитрию Владимировичу можно спросить. Мы с ноября начинаем, с октября начинаем это по субботам. И каждый может подключиться. То есть вот так же подключиться, задать вопрос, сказать, ну, в конце концов, как вас не съели, Николай Николаевич? Или когда же вы, в конце концов, возьмете копье? Хватит уже тут ходить в пиджаке? Спасибо большое. У нас тоже есть вопросы на ваш сайт, которые писали. Ну, во-первых, вы говорили о дневниках, которые публикуете. Где их можно увидеть? У нас сейчас, если говорим о моих дневниках, дело в том, что сейчас вот у нас на завершении, у меня на завершающем этапе книга об истории связи России и Папу Новогвинеи. И вот мои коллеги, которые сейчас здесь со мной, они участвуют в качестве рецензентов и редакторов. Я им очень благодарен. Но эта работа будет завершена. Я думаю, что представлена в конце, начале следующего года. Эта книга единственная, которая дает, я считаю, прекрасный обзор и представление о действительно связи Папу Новогвинеи и России, понимании вообще причин и целей, задач, как можно это продолжать. И исторический момент там также представлен. Вторая часть, это вы знаете, вот сейчас готовится, вы не поверите, иллюстративное издание. То есть вот сейчас, на данный момент, пока там около 250, наверное, 300 будет страниц, которые будут рассказывать об экспедициях. И я надеюсь, что мы сможем выпустить это все дело также с Академией наук. Это дорогое, я считаю, удовольствие, конечно, иллюстративный материал. Но опять же мы должны понять, Миклуха Макай представил 700 рисунков. Он не все подробно описал. А то, что он описал, он описал на тот момент, когда я начал рассматривать, я видел, что тут можно еще было написать одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. И когда ты видишь этот иллюстративный материал, он становится еще более ценным для этнографа-исследователя, чем просто описание без этой иллюстрации. Именно поэтому первое, что я хотел бы выпустить, это 200-300 страничные, мы сейчас посмотрим, сколько это будет издание, иллюстративная, описывающая экспедиция. А потом уже по итогу этого мы будем в дневнике в следующем году, ну, наконец-таки я уже буду более стационарно находиться, опубликовать в виде статей, которые и публикуются. Но вообще в профиле на Институте Востоковедения есть, там можно кликнуть и посмотреть статьи, которые опубликованы. Сейчас порядка 50 статей у меня опубликованы. Не все только про Папу Новогвиней, но в основном об этом. Скажите, пожалуйста, вы совершили уже шесть экспедиций в Папу Новогвиней, но заявили в проекте только о четырех. Почему? Дело в том, что мы подготовили проект, когда было четыре экспедиции, и такой радостный момент, что мы сейчас провели в этом году еще две, и с черепами решили вопросы. Представляете, какая ситуация-то произошла? Это невероятно интересно. Дело в том, что в австралийском музее есть черепа, которые найдены, которые Миклуха Маклай собрал. Цель этого была показать, что все люди, и никто не отличается от белокожих превосходных людей, о которых так много говорили. И существует закон о реституции возвращения этих черепов. Я говорю, ну слушайте, когда вы вернете это нашим дорогим Папу Новогвинейцам, то я в австралийский музей заехал, это в Сиднее, там есть коллекция Миклуха Маклая, поэтому меня это интересовало, и это коллекция Миклуха Маклая. А он говорит, мы не можем, мы не можем, почему? Потому что это останки людей, нам нужны точные фамилии и имена, и абсолютно точно каждый Папуас должен быть найден. Это невозможно. Я говорю, невозможно? Вы просто не поняли, с кем вы общаетесь. Все возможно. И поскольку я там обор, не забывайте, вы меня представляете, Николай Николаевич Миклуха Маклая, можете просто там обор, меня сразу же поймут, мои дорогие Папуасы. И поскольку я там обор, я, конечно же, вернулся и понял, что это важно. Я спросил моих дорогих Папуасов, нужны ли им, могут ли они помочь в этом плане. Но я не спрашивал, нужно ли им возвращать. Для меня как раз интересовал беспристрастный опрос. Я провел этот опрос, и они сказали, что они хотят вернуть, потому что могли они сказать, что не хотим вернуть, пусть останется в музее. И все эти 16 черепов я нашел не всех, но большинство имена тех людей, которые были найдены. Австралийцы в шоке. Они говорят, слушайте, мало того, что вы по деревням, которые вообще никто не ходит, спокойно путешествуете один, еще и нашли этих людей. Это беспрецедентно. Их даже выделили деньги для того, чтобы отправить эти черепа на родину в Папу-Новую Гвинею. Где они их будут хранить? И вообще, каким образом у Папу-Новую Гвинею, у жителей, у них что есть, паспорта? Или как вы определили? Или вам кто-то сказал, назвал эти имена? Какая у них система? Конечно же, система в деревнях без паспортов в основном. Айди-карты есть большинство, но не всем это требуется. И дело в том, что да, эти имена и деревни были мне известны, многие. И дальше я пошел по цепочке. Я знал, что они прекрасно помнят своих родственников, своих предков. До этого я проводил исследование и представлял им, знакомился с дневниками Мику Хамака и рассказывая о том, как они жили 150 лет назад. Им, я, благодаря дневникам. Это тоже интереснейшее вообще исследование. Тут много можно об этом говорить. И они узнали всех. Всех по фотографиям. Я был в шоке вообще от этого. И, конечно же, я понимал, что шансы есть. Есть шансы. И сделать такое, чтобы найти вот этих родственников. Ну, как я мог их сделать? А я не могу хранить. Хранить? Вы знаете, раньше... Да. Ну, я... Я хорошо, что я ослышался. Я хорошо, что ослышался, потому что я могу рассказать, что раньше они хранили их у себя в хижинах. Они не хранили их. Это страшное дело. Ведь мы думаем, что в землю похоронить человека, это не страшно. Они боятся. Ну, как же, в земле-то, извините, пожалуйста, их будет предок жить. Вот привезут им черепаицы. Что они с ними будут делать? У них же нет музея. Они похоронят. У них все-таки цивилизация проникла, к сожалению. И во многих городах есть все очень неплохо. В Порт-Морсбе, например. Но в тех деревнях, которые... Для науки оставить. Науки они послужили уже. Для науки прослужили. Доказательства о равенстве раз получили. Исследования сделали. Может быть, кстати говоря, прекраснейшие есть исследования российских ученых в Институте науки и антропологии, где они могут восстановить лица по этим черепам. Если они подключатся, я буду только рад. На это надо только клич дать Институте науки и антропологии имени Миклуха Маклана. Я думаю, что они не против будут. Почему нет? Скажите, пожалуйста, вот насколько важно ученому ездить в экспедиции? Что это дает науке? И какая самая сложная для вас экспедиция? И вот они даже в Австралии удивляются, что вы не боитесь. И вы умеете бояться? Вам не страшно, что как-то они себя могут неадекватно повести? Что ж вы думаете? Вы знаете, совсем думаете, что я не боюсь? Боюсь, конечно. Боюсь, но делаю. Страшно. Иногда. Ну, а что делать? Надо двигаться. Я понимаю принципиально, что страх очень часто от незнания. Вот попуасы, когда встретили Миклуха Маклая, они направили 150 лет назад, направили на него стрелы, потому что им было страшно. Они увидели белого человека. Они хотели и думали, из потустороннего мира предок явился. Они, конечно, хотели его убить на всякий случай. Они не думали о том, чтобы его съесть, кстати говоря, как некоторые, но, конечно, когда человек что-то не знает и проходит этапы, он боится. Этот страх, он позволяет готовить экспедиции тщательно. Я очень тщательно готовлю экспедицию, прорабатываю все детали, безопасность. И это цели, задачи, контактируясь с очень многими людьми для того, чтобы это произошло. То есть это не просто поездка. Ни одной экспедиции в качестве просто поехав в Папу Новогвиней и высадился у меня не было. Я помню, вы рассказывали, что вы им и подарки какие-то возите. Я не знаю, там раньше писали и говорили, как бусы они там любили. И что они любят? Сейчас я с бусами, видите? Сейчас я тут. Это их подарки уже. Ну и, соответственно, барабан тоже. Как же я без подарка? Так, свинья – самый ценный подарок большой. Конечно, свинью, если еще ее правильно приготовить по-папуаски, это просто большое дело. И это и уважение, это часть традиции. Это как кастом, это их традиция. Ты даришь обязательно свинью. Покупаешь ее и каждому из деревни даришь эту свинью. Плюс к этому, в деревню приходишь, надо всегда с главным говорить. Нет такого, что ты пошел с кем попал общаться. Эти подарки везу. Последний раз мы привезли еще и оборудовали компьютерный класс. Фонд Миклух Маклай оборудовал компьютерный класс, а сейчас еще поддержал школу Бонгу. Очень крупной суммой денег меценаты помогли. И там полностью переоборудована оборудование за последние 50 лет. То есть это мы делаем сейчас. Да, на большая школа 800 человек, Бонгу Primary School. Это находится как раз в той деревне, где Миклух Маклай находился в ходе своей второй экспедиции на берегу Маклая, прямо залив Астралябия. Известная школа. Поэтому, конечно, мы это стараемся делать. До этого мы привозили им различную технику, телефоны, около 30 телефонов они получили. Сейчас они со мной на связи могут быть. Эти гаджеты. Одно из моих исследований было также влияние интернета на них. И вообще много исследований. Все не успеть опубликовать. Сейчас, я надеюсь, мы проект запустим, и можно будет потихонечку это делать уже. В своих дневниках писали, что проще было бы в одиночной экспедиции. Когда ты один, никто не сможет помочь. Или у вас другое мнение? Вот как лучше? Ну, смотря со стороны, я, конечно, понимаю, что это, конечно, сумасшедший шаг. Папуна выгляни одному. Честно сказать, очень уверенно. Но это действительно так. Мне проще с моими папуасами. Я с ними согласовываю все моменты. Дело в том, что я уже как часть их клана. И мне они помогают. На каком языке вы с ними разговаривали? Они по-английски говорят великолепно. Да, и дело в том, что у нас еще есть такой язык. Вот папуасы использовали в ходе общения с Миклухомакой пантомима. Их язык сам не очень богат на русский язык, конечно же. И некоторые вещи, что непонятно, мы можем пояснить и показать. Что-то я знаю из бангуанского. Это тот язык, который Миклухомакой хорошо изучил. У меня есть его основы. И Джамля Белен, и Кана Белен. Это здравствуйте, и до свидания. И как уложиться спать, и как приготовить. Это все я смогу сказать, конечно же. То есть те вещи. Детали. Вы знаете, я глубоко погружен в тему. Конечно же, мне очень многое понятно уже в ходе общения. В некоторых случаях ко мне, как старейшине, приходят молодые и узнают, как правильно готовить свинью. Некоторые не все знают. Вы не поверите. Папуасы не все знают. Приходится учить их. Но молодежь, старейшина-то все знают. Старейшина говорит, вот-вот, Маклая слушай, потому что иначе мы потеряем еще и свои традиции. Но вы знаете, для меня, конечно, было бы ценно и очень ценно то, что мои коллеги, ученые, которые занимаются этим регионом, они обращают внимание на полевую работу и снисходительно немножко относятся к тому, что я не успеваю публиковать все. Я благодарен им за это. Может, можно их спросить, насколько важно действительно именно делать полевую работу. Потому что не только, конечно же, на примере попуасских экспедиций, еще и других может быть делать. Может, Алексей Валерьевича спросим, если вы не против. Если вы не против, да? Алексей Валерьевич. Ну, вы знаете, я всегда студентам, в частности, говорю о том, что, понимаете, когда вот мы о каком-то народе, о какой-то стране судим только по книгам, да, это, конечно, не самый лучший вариант. Вот. Значит, важно читать книги. Вот. Важно иметь определенную базу. Но, безусловно, не менее важно, когда ты своими глазами увидел этих людей, когда ты прошел по этой земле. Вот тогда, вот я могу сказать, что те, скажем, самые разные страны, в которых меня доводило, в частности, побывать, вот, и проводить вот такого рода полевые исследования, я о них совершенно иначе и рассказываю студентам. Да, потому что вот очень многие вещи действительно ты понимаешь только в ходе вот таких вот исследований, в ходе вот того самого общения с людьми, да, которым и занимается Николай Николаевич. Да, поэтому вот его действительно деятельность в этом плане, она очень важна, потому что есть моменты, связанные со познанием каких-то процессов и феноменов, в частности, этнокультурных феноменов, а есть моменты, связанные с их пониманием, да, с пониманием их места, самое главное, в жизни того или иного общества, которое ты изучаешь. И вот эти моменты, связанные с пониманием того, как эти феномены представлены повседневной жизни общества, которое ты изучаешь, народа, который ты изучаешь, какую роль они играют, вот на самом деле очень многое из этого вот как раз не понять без полевых исследований, которыми занимается Николай Николаевич. Спасибо большое. Да, вот меня спросили про самую сложную экспедицию, дело в том, что вы почти которую меня освещали, но вот все-таки я увидел, что в презентации было, и там на этой, на некоторых фотополотных как раз презентации было об истории последней экспедиции. Эту экспедицию я совершил вместе со своим младшим сыном, которому 8 лет, Никите. И я откровенно скажу, конечно, я сейчас понимаю, что он прошел инициацию, и то, что сейчас мы сделали в плане посещения вот этих вот удаленных деревень, поскольку это было именно так, я очень рад, что мы это сделали, больше не готов. Это, знаете, как полет в космос для того, чтобы сделать и совершить. Но почему это ценно и важно? Я увидел своих, своих дорогих Папу Новых Минейцев немножечко по-другому. Я увидел, что некоторые старейшины бывают бабушками и дедушками. Я увидел, что они готовятся к празднику больше и лучше к этому, нежели когда приезжал даже основатель государства Майкл Самара или когда приезжал я с подарками. А оказывается, почему? Для них очень важно передать вот эту связь и линию. То, что мы сейчас делаем, они это ценят очень сильно. И еще следующий момент. А почему я взял с собой Никиту? А потому что он по попуаскам обычаю каждый день слушает по 5 минут историю из моей жизни. А моя жизнь, естественно, связана с Папу Новых Минейцев. И он в этом плане большой специалист. Спасибо большое. И у нас есть еще вопрос, который задавали вам на сайт. Как можно попасть в Папу Новую Минейцев с вами в экспедицию? У нас есть один ответ уже сразу же тут же на сайте. Удочерите меня, мне предложили уже некоторые для этого дела. Но тут все очень просто. Если мы занимаемся научной деятельностью, мы ставим цели и задачи, ищем финансирование и отправляемся. Нет никаких сложностей. Значит, если это действительно хочется, очень хочется, это точно произойдет. А если говорить о туристических возможностях, ну, дело в том, что фонд «Имнику Хмакла» помимо научной деятельности занимается и поддержкой организации сложных туров и мероприятий. Я знаю, что есть ряд людей, которых не остановить было, поэтому в этом плане мы консультационную деятельность оказываем и визовую поддержку также оказываем. И, возможно, будет большой интерес посетить Папу Новую Гвинею. В этом плане на сайте, если люди обратятся, то я думаю, что мы сможем помочь. Спасибо большое. Я хотела бы только в завершении. Большое спасибо всем участникам нашим. Большое спасибо. Вы очень интересно рассказали. Это дело живет, и это очень важное дело российское исследование, несмотря ни на какие там прогрессивные и технические прогрессы. Я хотела бы сказать, что к нам тоже сюда, в пресс-центр, пришел директор русской школы в Австралии Виктор Овчинников, в город Голддост. И он привез грамоту от Австралийского университета, сюда показывай, не надо, сюда покажи, пожалуйста, которую Австралийский университет передал Миклуха Маклая за его вклад в изучение исследований океании. И также благодарственное письмо от русской школы в Австралии, который тоже нам привез Виктор Овчинников. Спасибо большое всем участникам. Большое спасибо вам за рассказ интересный, за то, что мы погрузились в это удивительное путешествие, а именно...